Количество мин на территории Азербайджана очень велико. Это одна из самых загрязненных минами частей света, и, разумеется, потребуется много времени, чтобы все очистить. Я знаю, что несколько турецких компаний и специалистов задействованы в этом процессе. Это замечательно. Британские компании, британские неправительственные организации также будут заинтересованы работать здесь. Представители одной из них уже приезжали и общались с представителями Анама. Но различные компании, организации, техника, эксперты, специалисты, работающие с ПРООН, со всего мира, те, кто обладают опытом по разминированию, из Великобритании, а также из других стран, будут принимать участие в этом процессе. Как, по вашему мнению, эта инициатива может поспособствовать становлению мира в нашем регионе? Мы очень надеемся на то, что это принесет мир в регион. Стоит выделить несколько аспектов. Во-первых, определенно, факт того, что вынужденные переселенцы вернутся в свои дома на восстановленные территории, поможет во многом устранить существующие препятствия. Новая реальность приведет к открытию всех границ в регионе, что позволит развивать сотрудничество со всеми странами. Я бы хотел также отметить роль Организации Объединенных Наций, как Международной Организации в Азербайджане, и для нее также важно содействовать в преодолении всех барьеров и полному открытию региона. В-третьих, нам не хотелось бы видеть, как мины переносятся с одного места на другое. Мы будем призывать правительство Азербайджана и правительство Армении не размещать мины вокруг официальной границы и взять на себя обязательство подписать Оттавский договор, направленный на ликвидацию применения наземных мин во всем мире. Мы продолжим вести переговоры по этому вопросу. Я думаю, это пошлет позитивный сигнал о том, что есть стремление очистить территории и сделать их безопасными для людей.